Телеграмму, то есть у нас сейчас полностью все развитие ВАИКРы пойдет через телеграм-канал. Начнутся дополнительные уроки и вживую, и в онлайне по вечерам для партнеров ВАИКРа, для друзей ВАИКРа и для спонсоров ВАИКРа. То есть те, кто более серьезно хотят вместе с нами быть партнерами в распространении Торы, будут отдельные уроки, к Божьей помощи мы в ближайшее время объявим, вот как раз через телеграм это все будет происходить. Так что переходите в телеграм, это будет именно в телеграме. А мы изучаем главу, недельная глава, видите, недельная глава сейчас ВАИРА, и показался Бог Аврааму. То есть эта глава уже после того, как он сделал союз обрезания, вступил с Богом в личный индивидуальный контакт через обрезание крайней плоти. То есть многие зададут вопрос, а что это Бог выбрал, такой странный знак, да? Ну, может быть, действительно, он для кого-то странный, потому что мы, понятное дело, это Бог, а это я. Но мы можем попытаться понять, как это, почему именно на этом месте, да? Вот если задуматься просто, то мне кажется, что здесь есть такой намек, да? Во-первых, через это место идет, идет через это место что? Продолжение, продолжение жизни, продолжение жизни. То есть это место, оно связано с тем, что жизнь, зарождение жизни, да? Это огромная сила. С другой стороны, есть многие люди, которые этим местом думают, к сожалению, да? То есть они перепутали, и они это место, оно ими управляет, да? То есть они как бы не мозг, не интеллект, а как раз то место, которое надо обрезать. И вот это обрезание, оно как раз и символизирует, что я ставлю под божественное управление свои инстинкты, которые, ну, это инстинкт. Вообще, зачем бы людям, это очень интересно. То есть если бы не было этого инстинкта, который ведет, то что было бы? Никто бы не рожал. То есть если бы Бог прям не впечатал в душу человека вот это вот желание размножаться, да? В его тело, в его душу, то никто бы не размножался. А теперь, но когда эта сила огромная, она включена, нужно ее поставить под контроль божественных правил. Все, вот такой вот, мне кажется, это метафора. Теперь, значит, вот Авраам сидел, пришли ангелы, он ангелов угостил. И, значит, ангелы ушли, Бог ему открывает, что я хочу уничтожить дом, потому что их грех очень сильно поднялся, их грех, да? То есть до неба уже так они грешили, так люди кричали, так они притесняли людей. И вот, значит, ангелы пошли в сторону с дома. Авраам просил у Бога, если там есть 10 вдруг, то он начинал с 50, если есть 50, 45, 40. 30, 20, 10, Бог сказал, если будет 10, не уничтожим. И вот, значит, мы читаем дальше, третий день, и пришли двое ангелов с дом вечером. А вы спросите, а где же третий? А третий ангел, он был, каждый ангел, он по особому поручению. И он выполняет только его поручение. И вот третий ангел, он уже выполнил свое поручение. Его была задача вылечить Авраама после обрезания, и сообщит царе, что у него будет ребенок. То есть это был ангел, который занимался вопросами здоровья, излечения. И он, значит, уже в дом не пошел. И вошли двое ангелов, заходят они в дом вечером. И лот сидит у ворот с дома. И увидел лот, и вскочил, встал он тоже им навстречу, поклонился им и сказал, значит, сверните-ка, пожалуйста, в мой дом, переночуйте у меня, помойте ножки, и, значит, утром вставайте и идите по своему пути. Они говорят, нет, мы будем спать на улице. Борюховья на вину. Зачем они сказали, мы будем спать на улице? Как мы уже знаем, что Бог всегда, Он проверяет. Он проверяет, Он дает очень много желтых сигналов светофора каждому из нас, и каждому городу, и каждому народу. Все время Он дает как бы наметы, наметы, наметы. И по реакции на эти наметы проверяется, проверяется по реакции на эти наметы действительно сущность человека и что с ним дальше будет. И вот, значит, они говорят, мы посмотрим, нас послали, будем ночевать на улице, хотим посмотреть, правда ли, что здесь, вот в этом городе, такие злодеи живут. А в чем было злодейство с дома и Аморы? Значит, у них было по закону запрещено делать добро, запрещено принимать путников, запрещено помогать деньгами, запрещено кормить, запрещено помогать бедным и так далее. Почему они такой закон приняли? Устно-то нам говорит, что они были очень жадные. У них земля была очень хорошая, были разные условия, и они вместо того, чтобы помогать, они притесняли. Причем, мало этого, они такое придумали по закону притеснения для путников, что убивали, насиловали, насиловали мужчин, ну то есть жуткие вещи делали, чтобы слух пошел, чтобы они дальше много не приходили, чтобы люди вообще не приходили к ним. И, значит, а эти ангелы говорят, вот мы пришли проверить. Значит, он очень начал лот их просить, все-таки лот был из дома Авраама. И он, когда пришел в дом, он пришел, почему его пустили, вы можете спросить, а он уже богатый пришел. Как сейчас страны, которые, например, та же Америка, любая страна, если вы инвестируете какую-то сумму денег в их экономику, они тут же вам дают какие-то паспорт, гражданство, там, условия. Тогда было то же самое. Лот был богатый, он пришел, значит, они говорят, ну хочешь, живи с нами. Они его пустили. А он был такой образованный, он даже стал у них тем-то вроде судей таких, да. И вот, значит, пригласил он их к себе. И тут, прежде чем они легли спать, тут собираются вокруг дома все жители с дома. И прямо в Торе написано, чтобы не было у нас вопросов, значит, собрались все, от подростка до старичков, весь народ со всех концов города собрался, значит, к дому лота. И позвали они лота, и сказали ему, где вот эти люди, которые пришли к тебе ночью? Вытаскивай их к нам, и сейчас мы их познаем, сказали они, значит. Познаем, это понятно, что они имели в виду. Мы сейчас их познаем, сказали они. Поэтому называются те, которые занимаются вот этим познаванием, да, натуралисты эти, да, они называются, что это садомиты. Садомиты, это вот они как раз вот это вот и познавали они, да, юные натуралисты. Значит, познаем их. И вышел к ним лот, к входу в дом, и закрыл за собой дверь, и сказал им, не делайте зла, братья мои. Вообще, как это? Вот у меня, он говорит, две дочки, которые они не знали еще мужчину, да, то есть девственницы. Давайте я их вытащу и к вам, и сделайте с ними как хорошо в ваших глазах. А только вот этих вот мужчин, этих людей, не делайте им ничего плохого, так как пришли они, значит, пришли они под тень моего дома, то есть это мои гости. И многие задают вопрос, почему, почему, значит, он отдал дочерей? Есть два объяснения разных. Хотел отдать дочерей. Первое объяснение такое, что он не считал это каким-то преступлением, то есть у них, в принципе, разврат у них был узаконен, и он даже не считал, что здесь есть что-то плохое. Значит, это одно, одна линия объяснений. Вторая линия объяснений, он посчитал так, что сейчас он хотел их отвлечь. То есть он не имел в виду, что вот дочки мои забирайте их. Он говорит, давайте сейчас сделаем лучше две свадьбы. Он их решил отвлечь. Он говорит, понятное дело, что сейчас интересно, ну, вы хотите сейчас этих наказать публично, изнасиловать тут, публичное изнасилование, да. Это, конечно, интересно. Он имел в виду. Но вот у меня есть две дочки, давайте лучше две свадьбы сыграем. Это же интересно, это еще будет интереснее. Он их хотел отвлечь этим. Это второе объяснение. Но по тексту написано, что он им это предложил. Значит, и сделайте им, как хорошо в ваших глазах, только этих людей не трогайте. Так он сказал. И сказали, о, пришел этот, и пришел он, а сейчас он будет нас судить, рассказывать нам, что делать. И они начали напирать, напирать, и решили уже сломать дверь. И тогда эти ангелы, то есть они же были в виде людей, но это все равно были ангелы. Начинается, как, знаете, как сейчас вот есть фильм, там, Marvel, да. Значит, и послали эти люди руку свою, как голограмма такая, из дверей, рука такая выходит, и лота втягивает в дом. Забрали лота в дом, и дверь закрыли. И те люди, которые были наружу, они же все напирали, они, значит, были поражены все слепотой от мала до велика, и не могли они найти вход. То есть они моментально ослепли. Мы можем спросить, а как это возможно? Ну это же Бог, это же ангелы. Это, вот, например, мне непонятно, как летают беспилотники. Мне вообще непонятно. Мне непонятно, как сейчас сигнал передается, к вам в разные части мира, потому что я сижу, тут у меня телефон, ни одного проводка. Вот сижу перед телефоном, рассказываю телефон, ни одного проводочка, коробочка металлическая. А вы сейчас сидите где-нибудь, там у нас есть участники из Малибу, и в Малибу где-то, и смотрите этот урок. Вот это удивительно, но мы этому не удивляемся, потому что в наше время мы привыкли к технологическим таким историям. А в то время, когда была более развита духовная жизнь и мистика, магия и так далее, то это было, ну как бы, таким явлением достаточно обычным, да, что было вот это вот, больше была связь с духовным мира, были, например, мир был демонов, там, которые тоже присутствовали. Сейчас этого нет. То есть сейчас Всевышний поменял нам это все на айфоны. Хорошо. Теперь, значит, что было дальше. И сказали эти люди Лоту, сказали эти люди Лоту, ангелы, кто есть у тебя здесь, у него были еще замужние дочери, давай забирай всю свою семью, как, помните, было, как сказали Ноаху, что Ноах спасся со своей женой, со своими сыновьями, женами сыновей, и будем уходить из этого места, потому что уничтожаем мы это место, и потому что огромный крик к Богу был из этого места, потому что когда людей убивали, когда людей уничтожали, тех, которые были путники и так далее, они, естественно, перед смертью очень молились, проклинали, и прямо, ну, очень сильно проклинали тех людей, кто их убивал. И вот этот крик этих путников, он поднялся ко Всевышнему. Значит, и Бог нам сказал это место уничтожить. И вышел Лот и говорил своим женихам, да, женихам своих дочерей, которые, которые должны были, взяли уже, были у него женихи, а были, которые уже женаты на его дочерях, пойдемте из этого места, сейчас Бог его уничтожит. И они над ним смеялись. Представляете? И было как Митсахек, Беней, Хатнав. То есть это мы тоже видим, что ничего не изменилось, над Нохом смеялись, над Лотом смеялись. Все такие очень умные и смеются над верующими людьми, но по факту это оказалось, что когда поднялась Заря и значит вытащили эти ангелы Лота и его жена, которая с ним пошла, и две дочки, остальные все не пошли. Значит, ну в общем, они вышли из города, за город и спасся Лот, спасся Лот, а жена сказали им, что нельзя смотреть назад, а жена его посмотрела назад и превратилась она в соляной столб. Говорят, что вот эти места на Мертвом море, которые, я, кстати, завтра собираюсь туда ехать, я оттуда проведу урок, покажу вам эти места и покажу вам, есть такое, как соляной столб, говорят, что это вот, это жена Лота, да, сохранилась. Но именно то место, где были с дома Амора, сейчас это место Мертвое море, это огромная впадина, абсолютно Мертвое море, вода с огромным содержанием соли, и это все произошло вот как раз в то время. Значит, Лот пытался еще где-то там рядом спрятаться, остаться, значит, вот рядом город, я туда побегу, значит, но все, все уже пошел процесс, то есть пошел процесс уничтожения. Все, сегодня мы дочитали отрывок, значит, давайте, какой вывод мы из него делаем? Вывод мы из него делаем следующий, что царь Салмон в Каэлите, он говорил такую удивительную вещь, конец первой главы, он говорил, что «Боров хохма, равказ, когда умножается хохма, божественная мудрость, божественное знание, умножается гнев, в Морбе Дат, Морбе Юсиф Дат, Юсиф Маков, тот, кто добавляет познание, добавляет боли». Есть такое объяснение, что чем ты ближе к святости, то есть, чем человек более святой, чем он находится более под прожектором луча Всевышнего, тем больше видны всякие его недостатки. И земля Израиля, которая является святой землей, в ней наиболее быстро и ярко проявляется, когда люди нарушают волю Бога, нарушают добро, милосердие и так далее. То есть, здесь очень быстро идет отдача. И как в дальнейшем народы, которые населяли землю Израиля, вот эти все кнаанейцы, они были уничтожены и изгнаны отсюда, также в начале и с Дома Амора это была как бы такая, как сказать, демонстрация того, что будет с теми, кто нарушает волю Бога в земле Израиля. И в начале был уничтожен Сдом, потом было уничтожено кнаанские народы, потом еврейский народ был изгнан для исправления в начале на 70 лет, потом на 2000 лет, да, то есть, было два изгнания, одно было 70 лет, это вавилонское изгнание, и потом было 2000 лет, последнее изгнание, сейчас уже опять вернулся Израиль на место. то есть, мы видим, что за неправильные действия, особенно на святой земле, есть очень серьезная отдача, и так оно работает, то есть, так оно работает, Бог добрый, Бог любящий, но Бог справедливый, и есть этот мир, он устроен из причин, следствия, причин, следствия, поэтому в этой земле нельзя ни в коем случае делать зло. Теперь, Лот, он был смешан из добра и зла, мы видим, что тут он приглашает этих путников, но в то же время он живет в этом вздоме, где этих путников убивают, тут он спасает их самоотверженно, и говорит, что просто вообще ничего им не делайте, выходит против всего города, и в то же самое время он говорит, возьмите моих дочек, делайте с ним, что хотите, по первому комментарию, это он предлагал заняться с ними развратом, то есть, мы видим, что в каждом человеке и в каждом городе, в каждом народе переплетаются, переплетаются, то есть, нет однозначно белого, однозначно черного, как опять же говорил царь Соломон, нет цадика, который бы не грешил, и, что это цадик, что хата, да, по-моему, так он говорил, и царь Давид говорил, семь раз цадик упадет и встанет, а злодей раз упадет и не встанет, то есть, то, что ты стремишься к Богу, и то, что ты выполняешь заповеди, оно никак не гарантирует, что ты будешь полностью постоянно идеален, и это надо знать и понимать, и есть один лайфхак, который я очень себе, как бы, очень за ним наблюдаю, и стараюсь, чтобы, ну, хочу его передавать людям, что, так как каждый из нас несовершенен в служении Всевышнему и выполнении заповедей, то очень важно та мера, которой человек меряет другим, меряет ему с неба, и мы удивляемся, одни люди сильно страдают, а другие меньше страдают, одним везет, другим не везет, это очень сильно зависит от твоего исходящего сигнала, которым ты оцениваешь окружающий мир, то есть если у тебя айнтова, добрый глаз, если у тебя доброе сердце, если ты судишь все с хорошей стороны, оптимизм и так далее, то есть если ты сам лично создаешь сигнал вот этот вот добра, то как бы ты можешь ожидать, что та мера, которую человек меряет, меряет ему, поэтому очень важно сосредоточиться на том, чтобы производить внутри как можно больше добра, 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 в которой выражается улыбка, приятный голос, добрые слова людям и так далее, и даже если кто-то что-то делает неправильно с вашей точки зрения, то когда мы делаем, когда вы делаете что-то неправильно, то всегда мы найдем себе объяснение, что ну мало ли, я же все равно старался, я делаю правильно, кто сказал, что это правильно, кто сказал, что это неправильно, то есть лучше всего не судить, Всевышний, вот он безусловно знает, где добро, где зло, и с каждым он поступит, соответственно, прямо секунда в секунду, миллиграмм к миллиграмму, соответственно, его поступку. И как бы решать чужие вопросы мы не можем, Всевышний решит все вопросы в этом мире. Но решать свои вопросы, своего личного добра, своего личного служения Всевышнему, своей личной молитвы, это мы можем. Поэтому очень важно сфокусироваться на том, чтобы именно свой градус позитива, свой градус любви, свой градус добра поднять, поднять выше, 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 и с Божьей помощью все это вернется в десятикратной среде, в десятикратном размере. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы. Сегодня урок, чтобы было рифа, шлема, полное выздоровление, Мойша, Бен Ирина, Рита Бат Бася, значит, и все выздоравливающие, все, за кого вы молите, чтобы Бог услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага. Все, до завтра, завтра в десять утра с Божьей помощью урок, и мы сейчас вот как раз мы сняли офис для Ваикры, будем делать отдельные уроки для партнера Ваикра, для друзей Ваикра, для спонсора Ваикра, будем стараться сделать для них еще большую возможность для совместного служения Всевышнему. Все, поэтому присоединяйтесь к друзьям Ваикра, партнерам Ваикра и спонсорам Ваикра. Все, удачи, успехов во всех хороших делах.